Здравствуйте, рядом со мной Вячеслав Медведев, компания Watch Media, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте немножечко о компании Watch Media. Мы являемся единственным B2B ресурсом на часовом рынке, работаем с 2000 года, были журналы, сейчас полностью перенесли активность в интернет. Единственная B2B компания, которая занимается информацией о часовом рынке. Замечательно, давайте немножко о сессии. Какие темы поднимались? Сессия называлась время под санкциями, будущее часового рынка. Дело в том, что часовой рынок такой достаточно специфический, большая часть товаров попала под санкции, антиолигархические санкции, как их называли сначала в США, потом в Европе. То есть по большому счету сегодня запрещены поставки в Россию практически любых часов с розничной ценой порядка 800 долларов и выше. То есть все это попадает под санкции, хотя ну уж там носят ли олигархи часы за 800 долларов, я не знаю. Естественно, к этому добавились проблемы общие для всех отраслей, проблемы с логистикой, с платежами и так далее. Ну и в общем ситуация такая на рынке, она действительно напряженная. Как рынок может реагировать в других аспектах, мы знаем, нам говорили спикеры, они ищут других логистов, других подрядчиков, ищут других производителей и как-то пытаются импортозаместить. Замечательное слово импортозамещение и часовой рынок. Насколько они пара или не пара сейчас? В часах импортозамещение тема достаточно сложная, потому что если мы говорим про какие-то известные торговые марки, то вопрос состоит не в том, чтобы произвести часы, а в том, чтобы тогда нужно заместить именно бренды. А заместить бренды, это означает создать бренд аналогичный по имиджу, знанию потребителей и так далее. Можно сделать часы, предположим, даже класса Rolex, наверное, это сделать можно. А вот оперативно создать бренд, равный по силе Rolex, это, к сожалению, невозможно, потому что в сегменте известных часовых марок импортозамещение оказывается практически невозможным с этой точки зрения. А полное импортозамещение в массовом сегменте, оно тоже, мягко говоря, затруднительно, потому что для создания часового производства полного цикла, включая производство механизма, будь то механические или кварцевые, требуются очень большие инвестиции, инвестиции в сотни миллионов долларов. В силу масштабов российского рынка, емкости российского рынка, частные компании на такие инвестиции не пойдут, а государству, ну, объективно мы понимаем, что это не нужно. У государства есть множество других точек для приложения сейчас и сил, и средств. Поэтому, как бы, да, часовые компании, во-первых, ищут других поставщиков, то есть, ну, ищут отчасти обходные пути для поставок тех самых известных торговых марок. Но это сложно, потому что даже там параллельный импорт этих известных торговых марок, он невозможен, ну, часовые бренды не попали в список тех марок, которые разрешены к параллельному импорту, во-первых, туда попали только умные часы на сегодняшний день, и то там Apple Watch, например, туда тоже как бы не попало. Вот, а во-вторых, сколь-либо там серьезные поставки, ну, в сколь-либо значимых объемах на российский рынок, ну, параллельными путями, они затруднительны, потому что, как бы, они будут видны на той стороне, да, и без согласия компании сделать это невозможно. Помимо санкций, к сожалению, значительная часть компаний, даже тех, чьи-то товары не попадают под санкции, они, ну, приостановили, как минимум, поставки в Россию, и, в общем-то, сейчас, например, с точки зрения розничной торговли ситуация не очень хорошая, потому что наиболее такие, как бы, широко известные марки, то же самое Casio, остатки вымываются, поставок нет, компания находится в таком молчаливом состоянии, не говорит там ни да, ни нет по поводу поставок, а магазинам банально нужно чем-то торговать, таких магазинов, в общем-то, были в России сотни, они сейчас испытывают проблемы. С точки зрения производства тоже есть свои сложности, у нас немножко чудное законодательство, таможенное, в том числе, вот сейчас обсуждали на сессии, что у нас пошлиный навоз готовых часов ниже, чем пошлиный навоз комплектующих, и часы российского производства, да, вот это действительно странная, абсолютно уникальная ситуация, часы российского производства оказываются неконкурентоспособны по цене уже в момент пересечения границы комплектующими на эти часы, и российские производители, сборщики долгое время пытались справиться с этой ситуацией, потому что, ну, например, поставки российских часов на экспорт, да, в такой ситуации, они, понятно, что, ну, закрыты, ты элементарно не проходишь по себестоимости. В дополнение ко всему есть множество ограничений чисто процедурного характера, потому что большую часть, например, экспорт российских часов тоже оказывается затруднен, потому что любые часы с индивидуальными номерами нужно отправлять из России исключительно через спецпост, через акцизную таможню, и очень часто стоимость процедуры поставки, отправки, там, скажем, нескольких штук часов, она, как бы, оказывается сравнима со стоимостью самого товара, что делает экспорт, опять же, невозможным. Вот, и сегодня на сессии как раз обсуждали, там, те предложения, которые сейчас будут выноситься на уровень правительства, как, вот, какие барьеры нужно убрать для того, чтобы наши производители могли нарастить производство. Правильно ли я понял, что единственная возможность – это снизить нагрузку на производителей наших часов, снизить таможенные сборы на то, чтобы комплектующие и так далее, и уже существующие производства сделать более конкурентоспособными и более раскрученными для российского рынка, и, может быть, и для экспорта? Да, да, это один из путей того, как можно помочь отрасли. Если не единственный, может быть, есть еще какие-то векторы, которые мы не видим? Ну, никто не рассчитывает серьезно на какие-то инвестиции со стороны государства и даже на налоговое послабление. Ну, я, например, не считаю, что часы, ну, будем говорить честно, да, это не товары, там, первые необходимости, как-то, производство, которое государство как-либо будет вкладываться. Наверное, все-таки это не дело государства. Ну, просто создать минимальные, ну, минимально комфортные условия для работы компании. Пожелаем на этом поприще всем удачи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До встречи в следующем году здесь, в Russia Retail Week. И, надеюсь, наше с вами общение будет чуть более веселым, радужным, когда все-таки правительство, надеюсь, прислушается к вам в том числе и что-то сдвинется с мертвой точки. Спасибо большое. Спасибо и вам. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok